Ислам вне Умара Ислам вне Умара Ислам вне Умара Остановись, О Время! Остановись, О Время! Слушайте эпохи, запиши о истории. Таким был Умар. Ислам вне Умара Хвала Аллаху, Господу миров, и да пребудет в мире благословения Аллаха над наиблагороднейшим из его созданий, Мухаммадом. Да благословит его Аллах и приветствует его семью из подвижников, а затем. Джихад на пути Всевышнего Аллаха – это обязанность, фард, такая же, как намаз или ураза. Более того, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал его вершиной ислама. Всевышний Аллах узаконил джихад ради возвышения слова Аллаха и для того, чтобы верующие смогли занять достойное положение в мире. Джихад на пути Аллаха – одно из лучших дел, посредством которых раб может стать ближе к своему Всевышнему Господу. В сахихе имама Муслима приводится хадис, что Абу Дзар обратился к пророку да благословит его Аллах и приветствует с вопросом, сказав, «О посланник Аллаха, какое из дел лучше всего?» Он ответил, «Вера в Аллаха и джихад на его пути». Говоря о днях из жизни Умара, мы видим, что все историки сходятся на том, что Аль-Фарук Умар, доводя доволенным Аллах, участвовал в сражениях при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и во всех остальных газаватах вместе с посланником Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. И он не отсутствовал ни на одном газавате, руководимым нашим любимым пророком да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, «Поистине, Аллах поместил истину на языке Умара и на его сердце». Хадис приводится в Ат-Тирмидзи. Умар, доводя доволенным Аллах, участвовал в сражении при Бадре. Когда пророк да благословит его Аллах и приветствует, созвал совет со своими сподвижниками, еще до битвы первым заговорил Абу-Бакр. Он говорил хорошо и призвал к сражению с кафирами. Затем заговорил Аль-Фарук, Умар, доводя доволенным Аллах. Он также хорошо говорил и призвал сражаться с кафирами. Первым шахидом, павшим в день Бадра, стал Михджа, вольноотпущенник Умара. Да будет доволен им Аллах и да сделает он его довольным. Удивительно было то, что Умар, доводя доволен им Аллах, убил при Бадре своего дядю по матери, Аль-Асса ибн Хишама, ударив тем самым свое родство об стену и предпочтя ему родственность вероубеждений и единобожие. Он даже гордился этим и признавал, а по окончании битвы Умар, доводя доволенным Аллах, посоветовал пророку, да благословит его Аллах и приветствует, убить пленных мушриков. Когда Аль-Аббас, дядя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, попал в плен, Умар очень сильно хотел, чтобы он последовал прямым путем и сказал ему, «Аббас, прими Ислам, Аббас, прими Ислам, клянусь Аллахом, если ты примешь Ислам, мне понравится это больше, чем если Ислам примет мой отец, Аль-Хаттаб. И это из-за того, что я видел, насколько сильно посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хочет, чтобы ты принял Ислам. Так он сказал. Также на Газавате при Охуде нам видны качества Аль-Фарука на джигаде. Высокая целеустремленность, отсутствие какого бы ни было чувства униженности, восхождение над унижением и позором, все это было даже тогда, когда перед мусульманами замаячило поражение. Когда Абу Суфьян в конце битвы встал и спросил, «Есть ли среди вас Мухаммад?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал людям, «Не отвечайте ему». Абу Суфьян спросил, «А есть ли среди вас сын Ибн Аби-Кухафы?» То есть Абу Бакр. Он опять им сказал, «Не отвечайте ему». Абу Суфьян спрашивал дальше, «Есть ли среди вас Ибн-Уль-Хаттаб?» Когда Абу Суфьян увидел, что мусульмане молчат, он обрадовался и сказал, «Эти люди были убиты». Если бы они были живы, они бы ответили. И Умар, да будет доволен им Аллах, не мог больше сдерживаться и сказал, «Ты солгал, о враг Аллаха!» «Все те, кого ты перечислил, живы, и все еще осталось то, что будет печалить тебя». Абу Суфьян сказал, «Возвышайся, Губаль!» «Возвышайся, Губаль!» И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Ответьте ему». Они спросили, «А что нам говорить?» Он сказал, «Скажите, «Аллах более возвышен и преславен!» «Аллах более возвышен и преславен!» Абу Суфьян сказал, «У нас есть Аль-Узза, а у вас нет!» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Ответьте ему». Они спросили, «А что нам говорить?» Он сказал, «Скажите, «Аллах наш покровитель, а у вас нет покровителя!» Абу Суфьян сказал, «Этот день, как день Бадра, и война переменчива!» Поистине, вы найдете среди них обезображенные трупы, но я не приказывал делать это, хотя это меня и не огорчило. Тогда Умар сказал, «Эти дни не равны! Наши убитые в раю, а ваши убитые в аду!» Когда Абу Суфьян услышал голос Умара, он обратился к нему и сказал, «Заклинаю тебя ради Аллаха, Умар!» «Убили ли мы Мухаммада?» Умар ответил, «Нет!» «И он сейчас слышит твои слова!» Вначале мусульмане молчали и не отвечали Абу Суфьяну для того, чтобы унизить его, но когда его охватила высокомерие и надменность, они сказали ему то, что есть и ответили ему со всей смелостью, «Если же мы пойдем Газавату Бануль Мусталик», мы увидим отличительное положение Аль-Фарука и его ревностное отношение к его любимому пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Когда глава лицемеров Абдулла ибн Убей ибн Салюль произнес свои слова, «Клянусь Аллахом, когда мы вернемся в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда униженных». Под униженными он имел в виду посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Умар услышал это и разгневался. Пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал ему, «О посланник Аллаха, о посланник Аллаха, разреши мне отрубить голову этому лицемеру». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Оставь его, пусть люди не говорят, что Мухаммад убивает своих сподвижников». При заключении Худайбийского мирного договора, после согласия заключить мир и до оформления всех этих пунктов на бумаге, некоторые мусульмане стали выступать против этого соглашения. Особенно им не понравилось, особенно сильно им не нравилось два пункта, в которых говорилось о том, что мусульмане должны будут выдавать тех, кто обратился к ним за убежищем, а курайшиты не обязаны будут выдавать мусульманам сбежавших из Медины вероотступников. Другой пункт гласил, что после Худайбии мусульмане должны будут вернуться в Медину, так и не попав в Мекку в этом году. Больше всех за это соглашение переживал и критиковал Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Что он сделал? Умар пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал ему, «Разве ты не посланник Аллаха?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил «Да». Умар продолжал, «Разве мы не мусульмане?» Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ответил «Да, мусульмане». Умар сказал, «А разве они не мушрики?» У Умара были очень сильные понятия чести и достоинства. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему «Да, они мушрики». Умар сказал, «Так почему же мы даем слабину в нашей религии?» «Так почему же мы тогда позволяем унижать нашу религию?» «Мы мусульмане, они кафиры. Ты поддерживаемый Аллахом, посланник Аллаха. Так почему же мы позволяем им унижать нашу религию?» Но в том решении была своя мудрость. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит Умару, «Я раб Аллаха и его посланник, и я не поступаю вопреки велению Аллаха, и он никогда не оставит меня». Умар рассказывал, «И я пришел к Абу Бакру и сказал ему, «Абу Бакр, разве он не посланник Аллаха?» Абу Бакр ответил, «Да». Умар спросил, «Разве мы не мусульмане?» Абу Бакр ответил, «Мусульмане». Умар спросил, «Разве они не мушрики?» Абу Бакр ответил, «Да, мушрики». Умар сказал, «Так почему же мы тогда позволяем унижать нашу религию?» Послушайте, «Послушайте, что сказал Ас-Сиддиқ. Таким было понимание Ас-Сиддиқа и знание Ас-Сиддиқа». Абу Бакр сказал, обращаясь к Аль-Фаруку с искренностью, «Умар, Умар, это посланник Аллаха, выполняй его приказ. Умар, это посланник Аллаха, так выполняй его приказы. Воистину я свидетельствую, что он посланник Аллаха и что истина это то, что он повелел и он никогда не поступит вопреки велению Аллаха и Аллах никогда не оставит его. Братья и сестры, тот случай из жизни Умара не говорит о том, что он в чем-то сомневался, он лишь хотел разобраться с тем, что было скрыто от него и недоступно его разуму. Когда же ему стала очевидна эта мудрость, то что сказал Умар через какое-то время о своем поведении в Ряль-Худайбии? Он говорит, и в этих словах можно разглядеть его правдивость и веру. Аль-Фарук говорит, «Я продолжал раздавать милостыню и держать уразу, молиться и освобождать рабов из-за того, что я сделал в тот день и боясь тех слов, которые я тогда произнес, пока не начал надеяться, что все будет хорошо». Если мы взглянем на Газавад Хунейн, то там мушрики напали на армию мусульман. От натиска армии мушриков люди побежали назад, не обращая внимания ни на кого. Пророк, да благословит его Аллахи приветствует, отошел вправо и сказал, «О люди, идите ко мне! Идите ко мне! Я посланник Аллаха! Я Мухаммад ибн Абдуллах!» Никто не слышал его. Верблюды наскакивали друг на друга. Люди уходили, но с посланником Аллаха, да благословит его Аллахи приветствует, осталась группа людей из мухаджиров, ансаров и ахлиль-бейт. Из тех, кто проявил стойкость вместе с ним, из числа мухаджиров, были Абу Бакар и Умар. Из его семейства Али ибн Абиталиб, Аль-Аббас ибн Абдул-Мутталиб и его сын Аль-Фадл, Абу Суфьян ибн Аль-Харис и его сын Рабиа ибн Аль-Харис и другие. Что касается Газавата при Табуке, то Умар ввел джихад в нем и своей душой, и своим имуществом. Он пожертвовал тогда половиной всего своего имущества. Половиной своего имущества. Он даже попросил пророка, да благословит его Аллахи приветствует, сделать дуа о баракате, когда людей постиг голод. И пророк, да благословит его Аллахи приветствует, ответил на предложение Умара, да будет доволен им Аллах. Таким были некоторые дни из жизни Умара, да будет доволен им Аллах, вместе с его любимым посланником Аллаха, да благословит его Аллахи приветствует. Несомненно, Аль-Фарук воспринял уроки, назидания и фикх, которые он мог видеть на Газаватах посланника Аллаха, да благословит его Аллахи приветствует. Эти уроки стали для него провизий, с которой он начал руководить и править людьми по шариату Всевышнего Аллаха. Дорогие зрители, Умар Аль-Фарук, доводя доволенным Аллах, приобрел большой военный опыт в подготовке и планировании сражений. И как могло быть иначе? Ведь Умар сопровождал посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует на всех его газоватах. Он не забывал ни на мгновение, что настоящий источник победы от Всевышнего Аллаха. Он не уставал напоминать своим полководцам в дни своего правления, что эта победная и могущественная сила требует выполнения своих условий, уповая и опираясь на одного Аллаха. Известно, что многие из решающих сражений в истории Ислама произошли под руководством Умара да будет доволен им Аллах, под его общим руководством и под сенью его праведного халифата. В эпоху его правления произошло освобождение Ирака, завоевание Ирана, было сражение при Аль-Кадисии, битва при Нагавенде, были завоеваны территории Шама, произошло решающее сражение при Ярмуке, завоевание Египта, Ливии, Северной Африки и передача ключей от Иерусалима. Доктор Майкл Харт сказал, «Достижения Умара действительно впечатляющие». После самого Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, он был главной фигурой в распространении Ислама. Сомнительно, чтобы без его стремительных завоеваний эта религия распространилась бы так широко, как сегодня. Более того, большая часть завоеванных Умаром территорий осталась арабской и по сей день. Конец цитаты. На сегодня на этом мы закончим. И последняя наша дуа, хвала Аллаху Господу миров, и да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и сподвижников. Продолжение следует...